всем привет привет ты зашел сегодня ко мне на канал гостях у павловны вот перед вами вы видите вот такое у меня вареное копченое сало с прожилками мясо я частенько так сказать беру ну как частенько но не каждый день конечно но раза два в месяц точно покупаю я люблю яичницу вот так пожарить с таким салом ну грешу я этим грешу что делать но вот этот раз купила что-то попробовала соли как бы мне недостаточно копченостями тоже не особо и вот такое она лежит лежит ну думаю надо что-то мне с ним делать шкурку вот я сняла она пойдет у меня выброшу курочкам они склюют потихонечку помаленечку сплюют а это сейчас я разрежу так уберу а это сейчас я разрежу на тоненькие такие кубички чтобы удобно мне было в блендере была бы мясорубка но у меня здесь пока нет мясорубки и я разрежу вот так этот кусочек на небольшие такие кусочки чтобы измельчить или легче было измельчить это все однородную массу вот порезала на такие мелкие ну сравнительно мелкие так сказать кубички и сейчас буду поэтапно все не буду чтобы сильно нагрузка такая не было измельчитель поэтапно почистить частям вот посмотрите как у меня она измельчается до паштета образного до мази образного следующую порцию буду также вот и вторая партия готова я сейчас выложу это все отдельную чашку и затем покажу вам следующим этапом что я делаю вот у меня вы здесь видите укроп свеженький паприка и чесночина я сейчас мелко порежу укроп и в эту чашу помещу это же с бленды в блендере измельчителем зарапортовалась измельчителем сделаю и добавлю небольшую порцию этого паштета порезала укроп и сейчас в блендере я заговариваюсь это не блендер это измельчитель измельчители все перемешаю одну третью часть вот этой паштетной массы я переложу вот сюда чашу измельчителя и все вместе с укропом раз мне недостаточно маленько было соли я на все это количество возьму чайную ложку соли значит сюда у меня пойдет одна треть чайной ложки соли вот так и все вместе это перемешаю здесь вот у меня сейчас я перемешаю это за кадром а здесь вот у меня тоже разделила вам еще на две части в эту часть паштетной массы одна у меня с чесночком будет а сюда вот в эту часть я добавлю также соли по немножко по одной трети раз мне недостаточно было соли и в третью часть я добавлю паприки чайную ложку и все перри буду перемешивать размешивать и затем вам все покажу что у меня получится хочу показать что у меня получилось вот первой чашечки я перемешала паштет свой сальный с паприкой здесь у меня с чесночком а вот в этой чаше у меня с укропом как вы можете заметить что травку то можно использовать любую кто-то может кинзу петрушку у меня вот укроп я уже так вот попробовала все достаточно вкусно каждая по-своему хороша но я иду дальше сейчас вам покажу что получится взяла вот такой контейнерочек обычный и пленочку застилю это чтобы удобнее затем вытаскивать и сейчас буду слоями как вы понимаете слоями выкладывать эту массу для этого так сказать для этой блюда можно использовать и свежее стало у меня вот такое ну что я буду вот выкладывать потом покажу сейчас выкладываю с укропом поверх слоя с укропом я обычный с чесночком слой сейчас разровняю но поверх белого слоя конечно же сойдет оставшийся слой с паприкой сейчас все это хорошо разровняю прикрою крышкой вот так сейчас пленочку еще сделаю прикрою крышечкой сейчас и поставлю это все в морозилку что получится в результате я вам покажу хочу показать что у меня получилось посмотрите но это же очень вкусно это же очень вкусно я еще заварила свежую горчичку кому недостаточно остроты можно горчичкой сверху но ведь можно иногда себе так позволить если кто-то скажет ой да павла за за мая это такие заморочки зачем они нам нужны вот вы знаете это просто когда процесс съемки кажется ой так это все долго на самом деле нет ничего проще вы же сами видите у меня простые доступные рецепты хочу показать вот я достала из из морозилки вот видите как она прекрасно застыла у меня нож вот такой режется посмотрите как очень вкусно заходите ко мне на канал подписывайтесь ставьте лайки впереди вас ждет еще очень много интересного а сейчас всем пока пока